Здравствуйте! В эфире «Вечерняя смена». Подводим итоги дня, отвечаем на важные вопросы. Северная осетия Что грядущий учебный год готовит вузам республики, узнаем у наших гостей. У нас в студии начальник информационно-аналитического отдела СКГМИ Тимбулат Бясов, пресс-секретарь СОГУ Оксана Цирикаева, доктор медицинских наук, ректор СОГМА Олег Валерьевич Ремезов. Здравствуйте! Добрый вечер! До начала учебного года осталось чуть меньше месяца, и однако в вузах страны до сих пор не понимают до конца, как будет организован учебный процесс. То ли это будет дистанционная форма обучения или очная, пока неизвестно. Вот чего ждать студентам нашей республики в этом году? Коллеги не дадут соврать, что замешательства у вузовского сообщества нет. В любом случае, будет это очно или дистанционно, но мы готовимся и к первому, и второму варианту. Конечно, желательно очно, и мы готовимся, что именно с 1 сентября уже начнется учебный год очно, но в любом случае и к дистанционной форме мы готовы. Учитывая, что и очная, и дистанционная форма обучения, это самые главные слова, там обучение. И обе формы, они прописаны в федеральном законе об образовании. Хорошо, ну давайте тогда мы рассмотрим оба варианта. И сначала поговорим о дистанционной форме обучения. Вот сейчас внутренние акты, с которыми представители вузов ознакомились уже в конце июля, гласят, что образовательная программа должна быть расписана и представлена на онлайн-платформах. Вот что она будет содержать? Вы уже продумывали? Онлайн-платформа, когда говорят именно о том, чтобы использовали именно дистанционную форму, но когда говорят о том, чтобы и преподаватели подготовили свои предметы именно в этом формате, то это, конечно, не то, что преподаватель сел напротив камеры и записал себя. Это более сложный процесс, который требует подготовки. И это говорит о том, что педагогическое сообщество, оно должно пройти и... Нуждается в том, чтобы пройти и повышение квалификации, дополнительное образование. Должны появиться новые курсы, где будут обучать преподаватели, потому что то, что происходило весной, университет 17 марта перешел на дистанционную форму обучения. Конечно, это был стресс-тест не только для преподавателей, это для студентов. Для всех это был стресс-тест, но, к счастью, мы смогли не понизить, самое главное, образовательный уровень, ни одной пары, ни одной лекции не было пропущено. Мы смогли перейти и, благо, и были и положительные отзывы, и не только даже образовательный процесс, но была создана электронная информационно-образовательная среда на площадке портала СОГО, плюс мы использовали все мультимедийные составляющие, которые могли именно быть ингредиентами дистанционного образования. Но мы не опустили, не пропустили и социокультурную составляющую образования. Были подготовлены студентам и студентами. Это был обоюдный процесс не только для университетской среды, но даже для внешней. Мы открыты курсы персидского языка. Наши студенты-юристы оказывали бесплатную юридическую помощь, потому что, конечно, тогда были проблемы именно отношений с работодателями, они оказывали ежечасно эту помощь. Также и психологическая помощь, психолого-педагогический факультет все держал на пульсе. И, конечно, мы именно смогли удержать эту планку. Что касается именно дистанционного образования, то, безусловно, большую помощь оказали и федеральные вузы, которые открыли свои онлайн-курсы. Они были бесплатные, каждый мог зайти и воспользоваться этим. Это, конечно, было очень полезно. И, безусловно, огромное спасибо Федеральному министерству науки и высшего образования Российской Федерации, потому что каждый день проходили онлайн-совещания, где давали методические указания того, как, что надо делать. Конечно, это было полезно, потому что мы боролись не только с коронавирусом, мы боролись и с инфодемией. И вот с этими слухами и так далее в режиме онлайн мы и занимались, чтобы не было вопросов, потому что, когда нет ответов, это порождает слухи. И мы именно всегда были на связи, активно работала и горячая линия СОГУ, поэтому вопросов таких не возникало. Спасибо. И еще интересно послушать, какой опыт работы в дистанционном режиме у студентов и педагогов Горнометаллургического института? Ну, хотелось бы сначала дополнить. Да, сейчас все институты готовятся к 1 сентября. Действительно, 29 июля мы уже получили от Роспотребнадзора за подписью Поповой целый свод норм и правил, как нужно обустановить образовательный процесс. Сейчас идет обсуждение, как это реализовать, внедрить. Очень много изменений, касающихся, как уже сказала Оксана, дополнительных образовательных программ. То есть, допустим, отдельно расписано, как обеспечивать образовательный процесс уроков физкультуры, как обеспечивать деятельность социальных объектов, общежития, столовой. Ну и, само собой, академический процесс. Сейчас главное, на наш взгляд, сконцентрировать свое внимание на этом, потому что вот этот целый свод перечени нужно выполнять, нужно смотреть, как это можно сделать, какие ресурсы для этого нужны. А что касается академического процесса на дистант, ну, это, к сожалению, будем предполагать, что это неизбежно, но ориентируемся, как уже было сказано, 1 сентября на открытый прием, на торжественные мероприятия. Значит, что касается академической нагрузки, не так-то легко любому институту будет сейчас заранее что-то предугадывать, потому что в любой момент могут произойти дополнительные изменения, какие-то новые вводные появятся, измениться юридический статус, либо еще какие-то вещи. И поэтому, к сожалению, нужно прорабатывать все. Нужно прорабатывать вариант А, вариант Б, вариант С. И все эти варианты должны быть обеспечены трудовым ресурсом, административным, финансовым. Что касается взаимодействия в области обмена опытом, вот мы сейчас тоже были в Москве, в институте Плеханова, в ФТИ. И, конечно же, у каждого вуза есть интересные наработки, уже, как сказала Оксана, многие делятся не только опытом, но и своими платформами. Единственное, что хочется добавить, что адаптировать их все равно придется. И в каждом академическом социуме, в каждом вузе наверняка будут свои особенности, учитывая и специфику образовательного учреждения, будь то медицинское, гуманитарное, техническое. Это будет стать в первую очередь. Дальше вопрос, касающийся непосредственно лабораторных практических занятий. Для нас это архивазно, потому что основной элемент через образовательную среду у нас идет через эти направления. И там, конечно же, нам придется варьировать. Единственное, что точно можно сказать, что 1 сентября вузы откроют двери для студентов, вузы примут их у себя наверняка в аудиториях, а дальше мы будем ждать того, как будет располагать Министерство образования, какой информацией. Более того, мы же будем зависеть и от постановлений правительства. Если будет необходимость, я думаю, правительство нам тоже даст какие-то ЦУ по академическому процессу в условиях этой пандемии. И действительно, сейчас нам нужно быть готовыми и, как сказала Оксана, к противодействию этому инфокоронавирусу дополнительному. Потому что если человек заранее знает, к чему готовится, он может себя собрать, он уже будет определять для себя какой-то набор необходимых компетенций и возможностей. И все это будет сведено к тому, что он сможет с успехом, как преподаватель, дать информацию обучающую, как обучающийся получить эту информацию. Но вариативность очень велика. И опыт, который, к примеру, мы получили сейчас в Плехановке, говорит о том, что это нужно развивать. В любом случае, как бы ни сложилась ситуация в конце 2020 года, в 2021-2022, как исключительный фактор, мы должны, каждый вуз, я думаю, должен иметь этот базисный кейс. То есть открыл этот кейс, вот образовательные программы, вот образовательный момент. Другой вопрос, как это будет реализовано. Есть очень интересные наработки. И, надеюсь, наша финансовая составляющая нам позволит их реализовать в ГМИ. А самое главное, информационный, вот этот, скажем так, базис, на который опирается каждая платформа, выдержит вот в этом уже втором полугодии эти нагрузки. Потому что бывали случаи, когда в первом полугодии, вот то, что было весной, висли целые серверы, висли целые регионы, и проблема была, к сожалению, трудно решаема. Надо готовиться. Олег Валерьевич, а что по поводу медицинской академии? Как будете готовиться к учебному году? Ну, мы в штатном режиме готовимся. Я вообще должен сказать, что дистанционная форма обучения это самая прогрессивная форма обучения, имеющая большую перспективу. Конечно, классические вузы, особенно неконкурентно способны, они будут всячески, ну, где-то подсознательно противодействовать переходу на эту форму. А на самом деле для обучающихся открываются безграничные возможности и войти в образовательное пространство не только в локальных вузах, которые близко по месту жительства, но, условно говоря, обучаться в Сидней, в Кембридже, в Оксфорде. И таких дистанционных программ очень много. И, в принципе, мы знаем, что классические формы обучения – это очно, действительно, это преимущественно в медицинских науках характерно. Имеется заочная форма, вечерняя, самообразование и самоподготовка. Вот дистанционная форма по существу в себя вбирает все эти формы и все преимущества этих форм. Как же практическая часть обучения? Вот, остается практическая часть обучения. То есть лекции однозначно лучше дистанционно, семинарские занятия, может быть, лучше дистанционно. Что касается практических занятий, то вот это та часть, которая сохранится в том классическом варианте за исключение некого процента, некого процента, которое перейдет в 3D-формат. Не надо забывать, что нас ждет 3D-виртуальная реальность. И в виртуальной реальности тоже, возможно, определенная часть практических занятий будет осуществляться вот в таком формате. Но когда это будет? Нынешние студенты застанут вот этот 3D-формат или нет? Нет, они нет. Но уже дистанционная форма, они прочувствовали все плюсы. Да, есть шероховатости, минусы. Минусы с чем связаны? Дело все в том, что к дистанционной форме имеют больше тропизм те лица, которые способны к самоорганизации, к самоподготовке, к самообразованию. Приблизительно это нужен интеллект Владимира Ильича Ленина в селе Шушенское или Иосифа Версарионовича Сталина, Плеханова и так далее и тому подобное. Это уже из области фантастики. Из области фантастики по статистике не более 12% населения. То есть по существу дистанционная форма, обучение, возможности дистанционной формы возлагают повышенные новые требования к средней и младшей школе. Вот средняя школа должна выступать не просто тьютором, наставником. Она должна научить будущего гражданина быть способным к самообразованию, к самообучению, к самодисциплине и к самоорганизации. Ну когда школьная система и образовательная система вузов, когда они будут вот так слаженно работать, чтобы школа готовила вот настолько сознательных, дисциплинированных, потенциальных студентов? Преподавательский состав и именно родители наших обучающихся должны не бояться дистанционной формы, а наоборот почувствовать вот все преимущества, все преференции этого процесса. И, наверное, у нас снизится количество вообще нагрузки на преподавателя. Но в этих школах по 40 человек в ограниченном пространстве, без воздуха, без кислорода. Может быть, не всем надо туда приходить и так далее присутствовать на этом. Великолепные сейчас аудио, видеокурсы и так далее. Но преподаватель должен выстраивать траекторию и вести, и требовать. Послабее ученик начать это постигнуть, если посильнее похвалить и так далее. Это более творческий подход, но он дает нам свободу. Вы представляете, особенно в мегаполисах, не надо часы тратить на передвижение, чтобы выслушать лекцию ординарного профессора, ординарного профессора, при том, что сейчас есть возможность послушать лекцию в Ютубе, выдающихся профессоров, лауреатов всевозможных премий и так далее. Конечно, это конкурентная среда. Но нам надо к этому готовиться, не пугаться дистанционных форм обучения. И где это возможно, все-таки сохранить после прохождения пандемии. Вы знаете, о чем я подумала? Дистанционная форма обучения, конечно, она не прививает дисциплины, но, может быть, это и есть вот та честная форма обучения, благодаря которой произойдет естественный отбор. И люди, которые стремятся учиться, они останутся, пойдут дальше, а те, кому это неинтересно, автоматически отсидятся. Нет, как раз я, наоборот, поддержу точку зрения того, что это, наоборот, собирает студента. Мобилизует тех, кому это интересно. Здесь над тобой никто не стоит. Или ты сам учишься, или ты не учишься. И здесь я бы еще добавила то, что студенты не разные. Кто-то быстрее усваивает материал, кому-то нужно больше времени. И здесь как раз благодаря дистанционной форме он может в тот период, когда ему это удобнее, воспринять, выучить и так далее. Но не надо, я бы хотела именно сконцентрировать внимание, что дистанционная форма, она станет вспомогательным именно инструментом, который будет одним из инструментов для получения навыков, компетенций, skills, как сейчас любят говорить. То есть она будет внедряться в очную форму обучения? Да, безусловно, потому что сейчас, на твое 2020 год. И если мы будем говорить теми же категориями, которые были в 19 веке, то мы будем, наши именно выпускники, это будут те, которые будут бояться роботизации и так далее, тех новых новшеств, которые происходят. У японцев есть такое выражение, восточная мораль, западная техника. Бессловно, внешние именно признаки, они останутся. Но форма, но внутри и внешне тоже, конечно, надо меняться, если мы хотим быть конкурентоспособными. Ну вот я хотела вот именно, есть небольшую ремарку еще. 1 сентября, если, надеемся, конечно, если мы выйдем именно очно, то все равно внешние изменения будут, потому что министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Вальков, он уже озвучил, что все вузы, студенты, преподаватели, они должны будут приходить в масках. То есть масочный режим в университетах будет. И это не по желанию, это обязательное условие для того, чтобы удержать именно коронавирус, не давать ему распространяться. Преподаватели, они во время лекции смогут снимать маску, но именно студенты, они должны будут там находиться. А масками будут именно, маски будут приобретать сами вузы. И плюс также при входе будет измеряться температура и, конечно же, будут во всех... А дезинфекция воздуха? Конечно. Ну вот это все в этих нормах, о которых я говорил 29 июля, то, что нам разослали, там целый свод. Я же говорю, вузы должны быть к этому готовы и финансово, потому что мы же понимаем, с таким наплывом, как в наших вузах, это тысячи людей, которых нужно обеспечивать. И как это будет, логистика выставлена, это зависит не только от самого вуза, это будет зависеть от региона, от всего. И вот что касается еще, что человек это собирает, или я не думаю, что ребята, которые сейчас у нас на пороге поступления, те ребята, которые учатся в наших специальных образовательных учреждениях, готовы пока вот к этой самой мотивации. То есть пока все-таки мы не можем об этом говорить, что они сейчас готовы себя собрать, они готовы там вот взяться, и дома не отвлекаться ни на что. Не просто дисциплины, пока нет понимания этого. Плюс, если мы говорим, к примеру, о студентах вузов, понятно, когда студент учится на третьем, четвертом, пятом курсе, когда уже специалитет, интересные программы, уникальные, когда оно, если это первый-второкурсник, у которого идут общеобразовательные предметы, которые были еще в школе, ну о чем еще говорить? Здесь очень сложно будет ему самомотивироваться, что вызовет какие-то внутренние противоречия. Поэтому, наверное, школа должна быть мощной подготовительной базой. Просто как раз мы говорим тогда о тектонических сдвигах, это тематика не одной передачи, не только нашего небольшого формата. Это очень серьезные сдвиги должны произойти, может быть, в самой форме даже образования, не системе, а в форме. Но пока мы к этому не придем, мы не готовы, наше общество. И более того, именно в таких стрессовых ситуациях, как с коронавирусом, это себя и проявило, что люди, ну, они оказались как-то не готовы не просто к самоподталкиванию, к чему-то, у них оказалась определенная информация, определенные условия там, что можно, что нельзя. Они оказались не готовы даже к выбору этому. Вина их это? Нет, не вина. Это их беда, в которую они попали. И требовать от них, что сиюминутно они будут готовы к такому выбору, это нереально. Мы говорим о молодежи именно сегодняшней. Не может быть, как говорит уважаемый старший, в дальнейшем так возможно, но действительно, тогда их нужно готовить действительно со школьниками и сейчас именно к этому выбору. Но это уже сдвиг самой формы. Это форма, которая будет меняться. Тогда возможно. Ну вот, извините, вот эта стрессовая ситуация, она в любом случае для первокурсника, она бывает. Даже если это очная форма, все равно первые месяцы, у кого-то даже весь семестр, это бывает именно стресс. Но эту ситуацию никто из нас не искал. Ни во Владикавказе, ни в Москве, ни в Париже. Это случилось, и надо было уже выходить, и кто как мог, так и выходил из этой ситуации. И здесь правильно было сказано о том, что действительно не только именно технические проблемы были, медленный интернет или вообще отсутствие интернета, но проблемы были и психологического плана. Потому что была боязнь того, что если это будет надолго, как это вообще делать? Это, конечно, были проблемы у более старшего поколения. И здесь, например, как в нашем ВУЗе, в Северо-Астинском госуниверситете решали эту проблему. У нас возникло цифровое волонтерство. Здесь не именно руководство ВУЗа даже было инициатором, а инициаторами были студенты и молодые преподаватели. Вот о цифровом волонтерстве я предлагаю более подробно поговорить сразу после рекламы. А вы не переключайтесь, впереди все самое интересное. Ну а мы вновь в нашей студии продолжаем обсуждать обучение в 2020 году в ВУЗах Северной Осетии. Мы говорили про цифровое волонтерство, а вот хотелось бы, чтобы вы продолжили мысль. Действительно, вот у преподавателей старшего поколения, конечно, была именно такая психологическая у них был порог, как это будет происходить, потому что, конечно, это было для них ново. И наши молодые преподаватели, наши студенты, они были инициаторами того, чтобы помогать, оказывать им помощь. Они, скажем так, сопровождали их во время онлайн их лекций и так далее. И самые хорошие результаты, например, показал юридический факультет, они очень активно в этом участвовали. И поэтому, конечно, это даже и с образовательной точки зрения, это очень хорошо, но и с воспитательной точки зрения, это, конечно, не меньшее правильное деяние было. Ну и, наверное, сплачивало это все студентов. Безусловно, конечно. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, о тех недочетах, возможно, которые вы допускали в дистанционном обучении в прошлом году, и что вы постараетесь предотвратить уже в грядущем? Были какие-то погрешности? Ну, здесь наверняка каждый расскажет несколько своих историй. Первое, с чего нужно начать, нужно отдать должное нашим студентам, которые умеют выкручивать из любых ситуаций. Поэтому первое, наверняка, что будет каждый вуз в цифровой платформе изменять, это систему оценки вот этих вот знаний в рамках дистанционного образовательного процесса. То есть, наверное, будут какие-то ограничения по времени вводиться, наверное, какие-то ограничения по контенту, который должен представить студент. Наверняка вот эти цифровые платформы должны иметь возможность контроля за проверяющим обстановки вокруг проверяемого, потому что возможности компьютера сегодня позволяют... А это возможно? ...позволяют студенту открыть с одной стороны на экране ответы готовы, а с другой с умным видом рассказывать преподавателю об этом. И он не пойма не вор, но при этом они молодцы, что до этого додумались. Более того, я думаю, наверняка, первое, что будут проверять все сообщества академические, это систему текущего контроля обязательно, потому что как усваивается материал, что нужно, вот как уже говорилось, подкрутить где-то, что нужно подговорить, может быть, где-то больше акцент дать, даст только текущий материал, чтобы не доводить все до какого-то уже конфликта ближе к сессии, а именно в текущем формате эта работа должна быть проведена. Ну и более того, конечно, нужно прокачивать не только вузом, но и целым регионом и, наверное, направлением свои информационные мускулы. Вот эти платформы, о которых мы говорим, они должны выдерживать эту нагрузку, либо иметь какой-то график работы, либо, может быть, иметь возможность подключения вспомогательных усилий, потому что, уже как мы здесь говорили, на первых этапах было очень много и срывов, и проблем, сейчас это быть не должно, потому что это будет влиять на общее качество и настроение преподавателей, обучающихся, иных возможностей. Вот это все нужно, конечно, ликвидировать. Ну и, само собой, чем интереснее будет подан контент преподавателям, чем он больше будет изобиловать какими-то технологическими вставками, новшествами, чем он будет больше привлекать к себе внимание обучающегося, обучающегося, современного обучающегося, тема лучше будет и для процесса, и для преподавателя, и для интереса к конкретному предмету самого обучающегося. Олег Валерьевич, что вы ответите на вот такой вопрос? Какие были допущены ошибки, если можно назвать ошибками, конечно, какие были недочеты, которые впоследствии планируете исправить в дистанционной форме обучения? Ну, вы знаете, я вот таких ошибок не припомню. Действительно, студенты, обучающиеся, имели больше возможности воспользоваться какими-то другими девайсами для того, чтобы более успешно показать свои, продемонстрировать знания. Это тоже плюс, потому что умение работать с литературой, со смартфонами и так далее, с источниками, загуглить. И это говорит о том, что, по крайней мере, студент ориентируется в этой проблеме. Другое дело, что преподавателям было, может быть, не совсем обычно в подтянутых белых халатах студентах и в колпачках увидеть там разобранную кровать. Или, понимаете, рядом там какой-то стакан перевернутый или что-то такое, понимаете? И при этом это же надо студенту дать понять, что, может быть, сдвинуть кадр, фокус и так далее, и корректно не обидеть человека. Вот такие были несколько, можно сказать, непредвиденные обстоятельства, неуклюжие. Но это жизнь. Это жизнь. Хорошо. А если вернуться все-таки к очной форме обучения, вот мы говорили уже о том, что должен быть в обязательном порядке масочный режим, правильно? Но я знаю, что маски имеют право не носить те, у кого обнаружены антитела. Да, но если они предъявят, то нужно принести. Да. И насчет вот это местные студенты или там из соседних регионов и так далее, но есть еще и иностранные студенты. И то, что касается иностранных студентов, пока, даже если мы начнем именно очное обучение, для них пока учебный год начнется дистанционно. Но как только уже откроются границы, будет это в сентябре, будет это в октябре, они смогут приехать и уже будет возобновлен традиционный процесс обучения. Но они тоже при приезде должны будут выдержать двухнедельный карантин. Карантин, да. Хорошо. А вот не было ли случаев перевода из столичного вуза, я этот год имею в виду, из столичного вуза в родной Осетинский, вот из тех соображений, просто чтобы быть ближе к дому вот в такой сложной сложившейся ситуации? Понимаете, здесь нет... Возвращаются студенты на родину или нет? Здесь нет разницы. И в Москве они бы дома сидели, и в Аблодикавказе они бы дома сидели. Поэтому мы хотим именно, чтобы студенты к нам возвращались не из-за того, что здесь мы хотим быть дома, а что мы можем получить здесь качественное образование. И вот мы должны собирать силы именно и стремиться к этому. Хорошо. Ну расскажите... Здесь еще дополнить, если можно. Здесь мы говорим же, если это система образовательного образования, то не только образовательный процесс. Очень большое внимание было уделено именно вот этой вот административной социальной работе. То есть, к примеру, сейчас в условиях этой пандемии студент, к примеру, который соискивает возможность получения стипендию социальной, должен представлять документы. То есть им была дана возможность от государства, от министерства сделать это в онлайн-режиме, но обязательно, чтобы потом официальные документы были представлены. То есть их все равно нужно сдавать. Если ты сдадешь какие-то документы, касающиеся личных данных или, наоборот, хочешь получить, то же самое. Запрос справки идет в электронном формате, но обязательно он должен быть потом подкрепленным официальным документом. И вот здесь как раз-таки тоже особо не разъездишься. Какая-то никакая привязка, оперативная необходимость все равно будут сдерживать студентов в ареалах их вузов. Ну а как сказала Оксана, мы надеемся, что они возвращаются к нам не из соображения, что там вот можно отсидеться в условиях пандемии, что им действительно интересно и полезно будет учиться именно в вузах Северной Осетии. И надеюсь, что это понимание будет их привлекать уже на базе еще когда-нибудь абитуриенты. И медакадемии, и СУГУ, и СК ГМИ. И здесь, я думаю, мы все будем надеяться. Также хочу заметить, что сейчас как раз проходят вступительные экзамены во всех вузах, и в СУГМА, и в ГМИ, и в СУГУ. Вот расскажите подробнее, в какой форме они сейчас проходят, и что там происходит. Форма вариативная. У нас до 18 августа могут еще сдавать документы, те, которые проходят по ЕГЭ, а те, которые проходят по внутренним экзаменам, до 8 августа они могут сдавать документы. Каждого абитуриента мы предупреждаем, что они могут встать или очно, или в дистанционной форме. И большинство абитуриентов они желают именно, чтобы экзамены проходили очно. Еще хотелось бы заметить, что судя по данным службы занятости, сейчас, как это ни странно, большая нехватка медицинских специальностей. Не думали ли вы разработать какой-то проект, направленный на привлечение молодежи именно к медицинским специальностям? Вы понимаете, как очень интересно, что наша республика третья по обеспеченностям врачебными кадрами среди Российской Федерации 85 регионов. Но есть дисбаланс. Не дефицит, дисбаланс. То есть где-то профицит, особенно все хотят быть косметологами, зубы лечить. В общем-то, уже даже зубов меньше, чем у нас врачи-стоматологов. Вот мы должны открыто, честно сказать. А специальности, которые требуют напряжения особого, это скорая медицинская помощь, реанимация, туда с неохотой идут. Это связано еще с условиями оплаты труда. Но во всем мире такая ситуация. В развитых странах Европы, если возьмем Великобританию, не европейская страна, но тем не менее, в общем-то, тоже европейская культура. Там где-то 35% дефицит врачей, включая врачи семейной практики. И они этот дефицит ликвидируют за счет приезжих, особенно из Индии, стран Восточной Европы и так далее. С чем связан дефицит в этих странах? Мало желающих много лет потратить усилия на вот это кропотливое, достаточно тяжелое, трудоемкое и очень длительное образование. Медицина это длительно. Это не просто 5-7 лет, это десятки лет ты обучаешься, прежде чем ты начинаешь понимать, что все-таки происходит с человеком. И можешь оказать ему помощь. Вот. У нас же как-то мы быстрее входим в эту систему, смелее как-то, не задумываемся и так далее. Хотя, вот мне очень импонируют слова Плиния Старшего. Это тоже, по существу, наша цивилизация. Это 50-70-е годы от Рождества Христова, практически 2000 лет. Вот он назад писал, что нет искусства более полезного, чем медицина. Вот медицина своей полезностью, своим благородством, она, конечно, привлекает внимание. Но поступает студент, обучается, он видит, какая большая на него нагрузка. Материально, ну, к сожалению, мы, вся страна достаточно скромно живет, и также скромно живут врачи. Он хочет уйти в ту сферу здравоохранения, где какие-то дополнительные приработки или легкие деньги. И уйти от этой ноши. У меня в Москве коллеги, даже доктора наук, уходят из практического звена, лишь бы не сконтактировать с пациентом. Потому что контакт прямой с пациентом, особенно с тяжелым пациентом, это всегда на грани фола, на грани, может быть, смерти, на грани скандала. А тяжелый пациент не всегда опрятный, не всегда красивый, может быть, не всегда адекватный. И, конечно же, понятно и его состояние. Не каждый готов войти в этот контакт и, в общем-то, человеку оказать помощь. Для этого, ну, нужно действительно быть, если брать пирамиду, вот, как говорится, известную нам, то это совершенно другой уровень и восприятия, и отношения к людям, и самопожертвования и так далее. А сейчас все меньше и меньше таких, кто готов сгорать, спасая других. Я думаю, что после таких лекций многие ваши студенты будут иметь полное представление о том, что их ждет, и со знанием дела уже идти в профессию. Вот мне еще интересно было бы у вас спросить. Фольков сейчас представил программу стратегического академического лидерства. Да, вот что это за программа, какой ее основной принцип? Будет ли принимать участие в этой программе СОГУ, также ГМИ? Вот хотелось бы услышать от вас комментарии. Программа стратегического академического лидерства, она была объявлена Валерием Николаевичем во время совещания Российского союза ректоров. И эта программа заменяет программу 5.100 и программу опорных вузов. Безусловно, Северо-Российский государственный университет будет участвовать в этой программе, мы будем готовить заявку. Для чего это надо и кому это интересно? Это интересно не только студентам, преподавателям университета. Как часто говорит Алан Розмагович, ректор СОГУ, то, что делается в университете, это делается не только для вуза самого, но это делается в целом для региона. Потому что сильный вуз — это сильный регион. Это не депрессивный регион. Если в регионе много студентов, то регион живет, республика процветает. И вот как раз если мы успешно сможем принять участие в программе стратегического академического лидерства, то это даст нам преференции для того, чтобы те мысли, те идеи, которые у нас есть, реализовать их. И, безусловно, мы будем работать над этим. Конечно, это будет и очень знаменательно, учитывая, что столетие вуза, которые мы должны были отмечать в этом году, как раз в августе, 21 августа 1920 года, был открыт Терский институт народного образования в современной СОГУ. Но из-за эпидемиологической ситуации мы сдвинули праздничные мероприятия. И надеемся, что одним из таких праздничных бонусов станет и хорошие вести с полей конкурса. Замечательно. Вот будем ждать от вас хороших вестей. А чего нам ждать от Горно-металлургического института? Горно-металлургический институт от души поздравит СОГУ с юбилеем и будет ждать хороших вестей от СОГУ, что в таком же порядке они будут поздравлять нас с какими-то успехами, праздниками. Что касается этой стратегии, действительно, она преобразовала направление деятельности министерства. И если раньше какой-то альтернативой вот этой служили программы, указанной уже Оксаной, то сейчас вот эта программа, она координирует не только общую деятельность по образованию, по науке, она ищет те инициативы и проекты, которые смогут толкнуть не только региональное образование, но и федерально. Успешные практики, успешные какие-то инициативы. Сейчас даже прорабатывается возможность обсуждения это на уровне чуть ли не Белоусова, заместителя, председателя правительства. Так вот, уже сейчас, в июне мы тоже получили информацию, наши флагманские проекты мы уже представили нашим кураторам, они их принимают, и мы тоже будем участвовать. И очень надеюсь, что как раз таки, вот, как уже Оксана сказала, завязка на интересы регионов, непосредственно целевой аудитории, связывающей весь Северный Кавказ, поможет нам получить вот это, участие в этой программе. Что она дает? Это даст и финансовые, и академические ресурсы для развития потенциала именно вот здесь, в Северной Осетии. То есть это желание и возможность привлечь сюда то, что как раз мы говорим интересно нашей потенциальной студенческой молодежи, абитурентам, абитурентам из других стран. То есть, чтобы они искали теперь выход не на московские вузы, а на здесь, на вузы Северной Осетии, технические, гуманитарные, медицинские. Надеюсь, что синергия может быть совместных каких-то проектов тоже позволит нам, взявшись за руки, какие-то дополнительные бонусы в этой программе, угадать именно не для СОГУ в частности, не для ГМИ в частности, или медакадемии, а для нашей республики. Такое там тоже предусмотрено. Какие еще мероприятия планируются на следующий год, на учебный год? Весь учебный год у нас будет под общие гиды аккредитации грядущей, потому что для нас следующий год очень важен. Мы должны пройти аккредитацию. Сейчас это нудно, скрупулезно, кропотливо работа проводится. Мы должны быть готовы к отстаиванию наших возможностей, и к тому, чтобы комиссия могла проверить не только наш образовательный процесс, но и сопутствующие процессы. Более того, для нас это сейчас, что касается, причем, вкрапления в академический процесс, это развитие системы геопарков. То есть вот эта программа, которую республика наша торпедирует по созданию геопарка на территории РСОЛАНИ. Мы сейчас это внедряем в образовательную программу. На днях мероприятий в ГМИ прошло. Уже первичные проекты отсматривали для Лагирского района. Мы надеемся, что развитие будет идти дальше. Это под эгидой ЮНЕСКО. Ну и более того, конечно, сейчас пандемия показала, и мы уже об этом говорили на прошлой передаче с коллегами, о том, что необходимо развивать стратегическое партнерство. Вот у нас завязки есть, но Норильский Никель, Красноярск, да, они принимают от нас студентов, помогают, но нужно искать еще. Нужно делать так, чтобы были, как я уже говорил, план А, план Б, план С. То есть не получилось здесь, работаем здесь. Если строят рады не получилось сюда, сразу вводятся в это направление. То есть чтобы эта мобильная работа была организована, необходимо развивать эту сеть. Вот мы сейчас тоже буквально сегодня уже прорабатываем взаимодействие с Алроса, возможность прямого контакта с ними, и готовимся для сотрудничества как можно с большим количеством этих партнеров. Запасной вариант и сотрудничество должны быть развиты. Замечательно. Спасибо вам большое за встречу, за интересный диалог. Хочется верить, что грядущий учебный год будет максимально эффективным. Ну а на этом наш эфир подошел к концу. Доброго вечера всем, хорошего настроения и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова